Добрый вечер всем! Шавуатов! Сегодня в Безаташем будем учиться еще раз на Zoom, live. Тема сегодня как наладить судьбу. Как наладить судьбу? У каждого из нас есть судьба, мы это называем Мазаль. Наш Мазаль, наша судьба. Люди говорят, есть такие, что у них есть хорошая судьба. Если у них есть Мазаль, у них есть Мазаль. А есть такие, что у них в жизни и так нет хорошая судьба. И есть такие, что родились, мы знаем, есть астрология. Астрология говорит, что если ребенок родился в какое-то время, в какое-то число, это говорит про его судьбу. Если он родился в хорошее, когда была хорошая звезда, у него хорошая судьба, иногда человек родился в нехорошее время, у него не такая позитивная судьба. Спрашивают, если это правильно, если так и есть. Потому что, если так действительно есть. И уже написано, когда человек родился, что есть какая-то судьба у человека. Человек может быть в депрессии, сказать, вот у меня нет хорошая судьба, все мне не идет. И именно если человек знает немножко астрология, и он видит его судьба, он видит, что она не очень такая хорошая. Может быть в депрессии. И так было у Аваам. Аваам, наш первый отец. Написано, что он был большой астролог. Он посмотрел в это время, когда он родился, в этой же неделе, в этот же год, в этот месяц, в этот час. И он увидел, что у него такая судьба, что у него не будет детей. Просто невозможность. Потому что была какая-то звездочка, что она была на севере, во время, когда он родился. И когда эта звездочка на севере, когда ты родишься, это говорит, что у тебя никогда не будет детей. И он знал, что так и есть. Это наука. Астрология, это наука. Каббала про это много пишет. Вообще, Тула и Каббала, они привезли астрологию в мир. Всевышний, когда создал мир, он сказал Адаму, что он создал так мир, что все, что он решит, приходит через звездочки. И все это уже написано по судьбе человека, когда он родится, что с ним будет. Все у него написано на лице, все у него написано на руке. Человек, что знает Каббала, может смотреть на другого, смотреть на него, что здесь не рисовал, что какие-то рисунки здесь есть. И он знает, что с ним, кто он, что даже будет с ним. И надо на это тоже темы делать один раз, наверное. Но если есть уже у человека судьба, многие люди думают, все, я такой, так было у меня до сегодняшнего дня. И, наверное, тоже так будет. Тула нам говорит, что судьба есть. Мазаль, он есть в мире, Всевышний его создал. И он влияет на человека. Например, написано в Талмуде, когда человек родится, если он родился в воскресенье, это на него что-то говорит. Если он родился в понедельнике, это на него что-то говорит. Например, люди, что родились в воскресенье, пишут гмага. Кто хочет проверить, это написано в Талмуде, Практатия Шаббат, на 156-я страница. И там они пишут, что кто родился в воскресенье, этот человек будет очень экстремист. Или черное, или белое. Все у него в жизни черное-белое. Или он будет очень хороший, добрый человек. Или будет очень наоборот. Или будет цадик, праведник, или будет раша, плохой человек. Он идет на экстрим всегда. Почему? Потому что Всевышний создал в первый день небо и земля. Он создал в первый день свет и ночь. Все экстрим. Он создал в первый день, поэтому это влияет на человека, что он родился в воскресенье. И мы про эту тему, я думаю, когда-то немножко говорили. И когда я говорю воскресенье, я имею в виду, уже суббота вечером это называется воскресенье, а воскресенье вечером это в юдаизме называется понедельник. Так что надо правильно смотреть, когда человек родился, чтобы узнать. И так пишет гмага, кто родился в понедельник. Он будет более, человек немножко, немножко больше, что имеет споры. У него будет немножко temper, злость немножко больше, чем у других. И человек, что будет немножко строгий такой. А человек, что родился после этого, тюздэй, да, понедельник. Это человек, что у него все идет быстро в жизни, у него будет хороший бизнес, да. Он будет очень любить женщин, или если это женщина, будет очень любить мужчин, больше, чем другие. И каждый день так говорит про человека, кто он будет, что это судьба. Родился, это твоя судьба. Но спрашивается вопрос, если это судьба, могу я изменить, должен я изменить, есть такая возможность вообще. Многие люди говорят, что у меня жизни идут не как я хочу. Вещи происходят на мой план, на как я планировал. Могу я это двинуть, могу я это поменять. Это большой вопрос, и сегодня мы немножко будем говорить про это вопрос. Если можно поменять, как поменять. Если не можно поменять, что не можно поменять. И почему. Нам надо знать, что... Знаете, мне всегда проходит этот анекдот, когда я говорю про судьбу. Есть какой-то анекдот про какой-то человек, что у него все было нехорошо в жизни. Скажем, его звали Моши. Этот Моши, все ему не повезло. Он был очень такой некрасивый человек. Он не выглядел хорошо, и поэтому все его ненавидели, и все с ним не хотели общаться. И поэтому у него деньги даже не были. Ничего просто не было, потому что он был такой неприятный. И один раз он играл в лотерей. И после, как он играл в лотерей, слава богу, вот сейчас он выиграл несколько миллионов. И для него это было все. Сейчас у меня хорошая судьба будет, потому что вот у меня есть деньги. Из деньги можно все менять. А он сразу пошел там к доктору, сказал ему, я хочу поменять всю мою лицо. Делайте мне всякие вещи ваши, вы знаете, что делать, я хочу быть красивым. И они поменяли ему нос, поменяли ему все, сделал его такого здорового, очень приятный человек. И сейчас он сказал, вот сейчас, когда я выгляжу хорошо, сейчас я хочу идти в мир, там я буду ездить в другие страны, что люди от меня как будто смотрели на меня и увидели, какой я красивый. Все, что я не получил всю мою жизнь, сейчас я хочу немножко гордиться, как я выгляжу. И говорят, что когда он пошел в самолет, идти в другую страну, чтобы гордиться сам себе, он перешел дорогу, когда он перешел дорогу, пришла машина, его сбило и он умер. Так говорит анекдот. И он пошел в тот мир, пришел в тот мир туда, и он, обращаясь к Всевышнему, и говорит ему, Ибоноширонам, Бог, а почему ты мне это все сделал? Я всю жизнь я был такой некрасивый. Я получил деньги, сам себя уже сделал, слава Богу, сейчас я красивый. И вот, когда я хочу немножко иметь от этого удовольствия, ты меня забираешь? Говорят, что Бог на него смотрел, сказал ему, Моше, а что, это ты? Я тебя не заметил. Да? Говорят мудрецы, если у тебя, это был анекдот, но если у тебя есть судьба, а судьба это судьба, она останется. Так есть такие, что говорят. Но написано в Талмуде, тоже в другое место, что есть опция изменить нашу судьбу. Это говорят два мудрецы, Раби Ханина и Раби Йоханан. Раби Ханина говорит, судьба человека, это судьба. Это что тебе надо в жизни, если человек родился некрасивым? Это потому, что он так выбирал. Так у нас написано. Он видел, что будет, и он сказал Всевышнему, это испытание, что у меня будет. Так я хочу выглядеть, потому что я знаю, что я это должен иметь. Например, есть люди, что они в прошлой жизни были очень-очень красивы. И потому, что они были очень-очень красивы, у красивых людей есть много-много ецелара. Ецелара – это плохое начало. Чтобы быть очень материальным. У него есть эта опция. Все его любят, все к нему хочут тягиваться. Он может деньги делать, быть какой-то там модель. Такие люди имеют много-много ецелара. Плохое начало. И поэтому, потому что они имеют такая большая плохая начало, это может их взять не на хорошие места. И они просто пропускают всю миссию этого жизни. Они приходят в тот мир, им говорят, смотрите, потому что вы были красивы, вы упали. Азон говорит, в следующий раз, что вы меня привезете в этот мир, я не хочу быть красивым. Делай мне самым некрасивым, что можно. Чтобы я в это не упаду еще раз. Так душа хочет, потому что душа понимает, что этот мир – это ничего. 70 лет, 80 лет, все, ушел. И так человек он хочет, он это выбрал. Написано это в Талмуде, Практате Анида, на третьей, первой странице, что человек знает, кто он будет, что он с ним будет. А говорят мудрецы, что потому что человек выбирал сам себе, он должен понимать, что это его судьба, это что должно быть, он должен это принимать. Габи Йоханан говорит по-другому. Это что сказал Габи Йоханан? Габи Йоханан говорит по-другому. Габи Йоханан говорит нам, «Эн мазали Ислаэль». Ты еврей? Да. У тебя есть опция тоже, изменить твоя судьба. У тебя есть душа, большая, потенциал, что ты можешь изменить этого. Как этого делать? Ты можешь это найти в Торе. Можешь изменить твоя судьба. Сегодня я хочу говорить немножко, как мы можем, что нам надо делать, чтобы быть как Раби Йоханан, чтобы изменить нашу судьбу. Вы знаете, всякие вещи случаются с человеком в жизни. Человек много страдает, люди много страдают, даже в наше поколение, что мы можем сказать, слава Богу, Бау Хаше, у нас много, все есть почти. Мы тоже страдаем, и можно даже сказать, мы больше страдаем, чем прошлое поколение. Не только физически, больше эмоционально. Люди, у них нету счастья. Одна маленькая проблема, может взять вся наша энергия, и просто человек чувствует пустой, чувствует, что он не может уже жить. Многие люди страдают от этого, я это вижу каждый день. И когда человек страдает, он хочет знать выход из этого страдания. И многие люди обращаются к Всевышнему, и есть такие, что даже не, есть такие, что это говорят, есть такие, что это не говорят, но это у них в сердце находится. Почему, Всевышний, ты мне это делаешь? Почему я страдаю? Почему я не получаю, что я хочу? Да, я хочу быть немножко богатым, ну, я не хочу миллионы, но я хочу, что мне было достаточно, что я бы не боялся в жизни, что у меня не будет. Я хочу быть здоровым, я хочу быть счастливым, я хочу, что у меня дети пошли на правильный путь, что они меня слышали, что я от них имел удовольствие, я хочу хорошая жена, я хочу хороший муж. И это просто не приходит. И иногда человек, он немножко злится на это. Почему? Почему это ко мне не приходит? Я такой плохой человек, я так нехорошо делаю, почему это ко мне происходит. Если смотреть на этот вопрос, смотреть через Каббала, взгляд Каббалы, вообще нет вопроса. почему? Каббала нам объясняет, что Всевышний это как солнце. Солнце всегда дает нам свет, солнце всегда дает жару, что нам было тепло, теплота. всегда дает 24 часа 7 дней в неделю. Но есть такие люди, что не получают свет из солнца. Почему они не получают свет из солнца? Потому что они закрывают себя дома. Если ты закрыл окно, у тебя не будет свет. Это не потому, что солнце не дает свет. Солнце дает всегда свет. Если тебе холодно, это не потому, что оно не дает, это потому, что ты далекий от него. Ты не даешь солнце дать себе свет. Ты закрыл окно. Но то же самое говорят мудрецы с Всевышней. Всевышний это как солнце. Он всегда дает. Так у нас написано. Всевышний это его, это кто он есть. Только давать. Он дает энергия, он дает благословение, он дает богатство, он дает здоровье всегда в мир. И поэтому мир, слава Богу, существует. Если нам не было что дышать, да, это воздух, что мы дышим. Это кто дает всегда каждый день? Это он. Солнце, что оно стоит, это он. Все это он дает и дает и дает. И мы можем жить. Но есть такие люди, что иногда закрывают себя. И мы не всегда даже понимаем, что мы закрываем себя и солнце, из этого света, из этого энергии, из этого благословения, что Всевышний нам дает каждый из нас. И поэтому, что нас учат мудрецы Тула и Каббала, это очень просто. Ты должен открыть окно, а когда твое окно будет открыто, все придет к тебе. Потому что Всевышний всегда дает. Мы только должны открыть окно и дать ему сосудок, чтобы заполнить все, что он дает всегда. И вся проблема нашей жизни, это что мы не знаем, как строит этот сосудок. Как строить его, и как его делать больше, чтобы получить больше. И это вся Тора. Все, что Тора говорит, это как строить сосудок. Например, молитва. Зачем мы молимся? Люди говорят, мы молимся, чтобы Всевышний увидел, да, и имел мироседовательность на нас и нам дал. Это не очень правильно. Мы молимся, потому что Всевышний сказал нам молиться. Потому что, когда мы молимся, мы строим наш сосудок, чтобы получать, что он уже дает. Он дает с молитвой и без молитвы. Но есть такие люди, что у них есть родители, бабушки и дедушки, что они были очень-очень хорошие люди, что они были очень люди, что работали на себя, и они строили сосудок очень большой, что их дети, их внуки от этого сосуда они тоже имеют удовольствие. Но есть такие люди, что пришли из семьи, что у них нет этого. Родители не были такие, очень достойные, не были такие очень близкие к Всевышнему. И они не строили этот сосудок, их действия не были самые хорошие. И поэтому иногда тоже у тебя нет. Но ты не должен надеться на сосудок, что твои папа, мама, дедушка, бабушка строили. Каждый из нас должен делать и вошний сосудок. И поэтому больше мы будем на этого работать и знать, как это строить, больше мы будем получать. Потому что энергия всегда приходит, благословление всегда приходит, здоровье всегда есть в мире. Нам надо ее взять и знать, как ее принимать. И не просто принимать на минуту, два, час. Нам надо принимать этот свет навсегда. И для этого надо учить, что нам пишет Тора, как этого делать. Вообще, это немножко нам показывает секрет Маген Давид. Вы знаете, сегодня Йома Ацноут, это день рождения земля Израиля. Да, не земля Израиля, а страна Израиля. 72 лет тому назад, слава богу, мы пришли в наша земля обратно после почти 2000 лет, что мы там не были. как народ. И это вообще большое чудо, да, что случилось. Я думаю, никогда в истории это не было, что народ не был в егошней стране и остался, как он есть. Все законы остались у нас, все наши традиции остались. 2000 лет мы были бросаны везде и мы пришли обратно в нашу страну. Слава богу. А за это сегодня Йома Ацноут. Но, слава богу, даже страна Израиля поставили, как ихний знак. Наш знак это звезда Давида. Звезда Давида имеет очень большой секрет. Давид, эта звезда, он написал, когда он пошел воевать с другими народами, он это написал на его очень оружие. И там были всякие имена бога, всякие вещи очень интересные. Но почему он взял именно этот знак? Почему он взял, не знаю, он взял треугольники, два, один на другом? Звезда Давида. Почему он не взял, например, не знаю, такие круглые вещи, как Ауди? Это был, может, тоже быть хороший знак. Почему он именно взял этот знак? Есть там секреты. Царь Давид был один из самых больших душ, что были в мире. Да, большие, у него был очень большой, большой потенциал, он был очень великий человек, мы это можем смотреть из егошней книги, что я думаю, вторая книга, что ее покупают все истории, самое многое в мире, это книга Таилим, Псалмы Давида. А первая книга это Това. Мы просто видим, что этот человек был не особенный. И эти два мишурашим, треугольники, да, так это говорят, треугольники, один на другом. Один, что это символизирует? Первый треугольник это земля идет наверх. Это означает, что все, что мы делаем здесь, этот сосудок, что мы делаем с нашими действиями, хорошие действиями, это влияет наверх, идет наверх. Все, что мы здесь делаем. А потом, зависит, что мы делали и что мы дали, приходит нам эта энергия обратно. Мы можем получить, но если мы здесь не делали ничего, не придет, мы не можем это принять. И это весь мир строен так. Да, даже муж и жена, муж и жена, у них есть, они любят один другого. Да, и когда жена хочет получить что-то из мужа, да, так это строен мир, что большинство муж должен давать, она должна больше получать, тоже должно быть наоборот, но как большинство муж, он как будто дает, она больше принимает. Говорят мудрецы, что если женщина, она не дает намек, она не говорит, она не делает что-то, это не даст мужу мотивация ей дать. Она тоже должна что-то сделать. Когда она это делает, например, она одевается красиво, а он сейчас говорит, о, какая красивая, я хочу сейчас что-то ей дать и так далее. Она говорила как-то для меня, что-то сказала, я хочу ей обратно что-то дать даже больше, чем это. Так это мы и Всевышний, это как муж и жена. Когда мы что-то делаем, он обращается к нам даже больше, можем принимать его свят. Это магенда вид, это два треугольника. Так это все человек хочет открыть его очная судьба. Что у него судьба просто иногда он чувствует, что это закрыто, что-то там закрыто, он закрывает свет, хочет открыть, что свет пришел к нему, он должен делать этот сосудок. Как мы этого делаем? Я хочу объяснить первую вещь, что закрывает это. Когда мы понимаем, что это закрывает, что закрывает нас из Всевышнего, из когда мы это откроем, мы все будем получить. Говорят мудрецы, что это вещь, что закрывает самое больше нас, из этого света, из этой энергии, что Всевышний нам дает, это хорошая хорошая судьба, что всегда Всевышний дает, это называется Иго, гордость. По другим словам это называется Я. Так сказал Моисей, Моисей, Рабену, когда он стоял на горе Синай, когда он нам дал Тора, он сказал фразу на русском это будет Я стою между вас и Всевышнего. Мы можем это понимать на простой уровень, что он, Моисей, он стоит перед Всевышним и перед народом, и это правильно. Но говорят нам мудрецы Хасидут, что что имел ввиду Моисей, Моисей, что он имел ввиду, это Я стою, стоит, этот Я, что человек яйкает, Я, он стоит между вас и между Всевышнего и он закрывает наша судьба. Когда человек, у него есть гордость, больше гордость, меньше хорошая судьба у него есть, он просто закрывает этот свет, чтобы пришел к нему. И всякие негативные вещи случаются с такими людьми. Иногда у человека есть гордость, и он даже не замечает, что он гордый. Вы знаете, кто самый гордый человек? Самый гордый человек в мире, что ты его спрашиваешь, если у него есть гордость, он говорит, у меня нету никакой гордости. Это самый гордый человек. Почему? Если он даже не замечает, что у него есть гордость, потому что у каждого есть гордость. Нету человек, что него нету город он просто не понимать что это гордость вообще и поэтому это нас закрывает из этого света из этой энергии из нашей хорошей судьба что мы можем получать и потом все негативные вещи случаются потому что когда у тебя нету света солнце а где ты находишься в темнота темнота это ситрах это не негативные энергии и поэтому например мы знаем что есть какая-то сила что называется плохой глаз сглазит кого-то написано магид мимизыч ученик большим то он пишет что никогда человек не может сглазить скромного человека человек что он действительно скромный сглаз не работает на него почему потому что всегда он получает эта энергия что его чистить что его исправляет из всевышнего у него там ничего не закрыто и поэтому не может прийти к нему никакая негативность и больше он скромный больше он защищен из этой вещь поэтому моисей машина бену был самый скромный человек на свете на него никакая вещь не действовала колдовство это работает есть люди что то делать всякие колдов ствол сегодня меньше когда-то это было больше но даже сегодня я знаю ситуацию я обидел года в этой неделе отзвонил какая-то женщина она мне говорит кто-то мне на меня сделать колдовство так и так случается и я и сказал что то делать она действительно видно что это правильно было как это убрать и после этого все слава богу было лучше почему потому что есть еще такие люди что делает это и всякие вещи из даже традиции я думаю не знаю если это у грузинские ли у эти что пришли с афганистана до сегодняшнего дня дня когда есть свадьба они не разрешают никому закрывать их не руки или даже что если у кого-то есть там сапоги с с нитками не знаю как это сказать сейчас его я вас я вас я вас не слышу как это сказать шнурки о да да я забыл это слово штуки а они все завязают или провязают не завязывают наоборот а развязывают развязывают что я бы без вас дела за развязывают их не шнурки почему потому что есть какое-то колдовство что если человек знает этого делать он может во время свадьбы что-то закрыть надо что-то сказать там да это не так просто но он когда он берет этой шнурки закрывает во время какой-то момент он может делать так что это жених и это да они не смогут быть вместе и я видел много ситуаций такие даже один из наших мудрецов больших 500 лет тому назад ему это в идеале во время свадьбы он 9 месяцев не смог быть женой до как он это пошел какой-то там у него был каббалист он он был молодой он еще не знал каббала и он его спрашивал он ему помог как этого открыть а здесь мы видим что есть колдовство в мире но как на кого это может существовать это может существовать на человека когда он находится все время когда у него есть гордость когда есть много-много у человека скромность это убирать все негативные вещи не может на него действовать вообще потому что это открывает это и устроить сосуду вообще мазал слова мазал это судьба на иврите мазал приходит из из слова назад назад это чуть-чуть чечет да что то что она течет вниз вода что течет вниз линзоль да что тапы до капает вниз почему это капает потому что судьба она идет куда самая хорошая судьба куда она идет на самые низкие месть место больше ты низкий больше ты скромный у тебя больше судьба есть больше человек горды больше негативность у него из потому что не потому что это всевышний хочет его наказать смотрите всевышнего нету наказание наказание то учителя когда мы там учились где-то он нам нехорошо видел вел себя идея тебя накажу всевышний он не учитель в первом классе всевышний он всегда нам дает у нас любит большим чем мы любим себя но просто есть он мир строил с такими законами что если ты закрываешь себя из него ты не получаешь это хорошие вещи и когда ты не получаешь хорошие вещи автоматически автоматически получаешь наоборот что это не хорошие вещи и поэтому человек что говорит у меня судьба не хорошая это говорит что ему надо работать на гордость сейчас срочно как на это работает есть много книги у нас в торе слава богу на это тема я думаю говорят самое много потому что это самое важное книги хасидут хаббат браслев эти все вещи много много говорят про скромность как быть скромным да есть книга тоже на русском и есть ховота левовод азария как будет ховота левовод на русском до обязанности сердце это есть тоже сегодня слышал сделали на русском там у него весь целая чаптер до целая часть из его книга говорит про только про скромность как это достиг чтобы быть скромный человек очень очень важно и больше человек это учит он становится такой он чистить себя из этой гордость негативность не может ему прийти судьба открывается все энергия просто она шатается и на не засадает в одно место это одна вещь и где-то мы видим здесь история окей это первая вещь вторая вещь что может открыть наша судьба это что говорят мудрецы в талмуде то находится в несколько местах 1 проктатия проктатия хулин на седьмая страница тоже проктатия санедрина 6 7 страница написано там история очень интересно про один человек его звали раби ханина раби ханина он один раз куда-то пошел и там была какая-то баба яга да что нас да знает делать колдовство и она хотела ему что-то делать чтобы этого делать он знал все законы написано чтобы сидеть в санедрин санедрин это суд еврейский суд чтобы там сидеть быть один из 70 языков и ты должен знать все законы колдовство что есть в мире если ты не знаешь это и законы ты не можешь сидеть у нас еврейский суд такой мудрый должно должен человек быть азон знал все законы колдовство и раби ханина он видел что она хочет взять немножко земля под его же ноги есть много кто понимает в этой вещи и когда человек хочет какое-то колдовство делать например ты хочешь кто-то тебя любил если ты возьмешь немножко песок из где он только что поставил ногу если возьмешь оттуда песок и как-то поставишь на себя я вам не скажу как этого делать потому что это не полезно это делаешь с этом что-то он будет тебя любить всю жизнь или например если есть ребенок что он что он не чувствует хорошо а если ты будешь взять земля от этого места где он родился и поставишь на него это ему поможет я сделай какой-то маленький там поставь это где-то и поставь на него это это помогает со есть такая вещь тоже в каббале тоже в колдовство что когда берешь земля из где человек он наступал ты можешь этом дело какая-то колдовство на него влиять она он видел что она хочет это взять озоне сказал вот пожалуйста возьми я не боюсь а за на удивилась как ты не боишься потому что она была очень там все знали про нее озоне и сказал фраза что написал нас в торе она сказала он сказал я пожалуйста возьми у меня нет проблемы с этом n от миль воду нету никого кроме всевышнего нету ничего кроме всевышнего это правильно так сказать n от миль воду нету ничего кроме бога и она не могла него влиять говорят мудрецы что в этой фразы есть большой большой секрет открывания наша судьба защищание духовное и физическое для нас на каждая вещь в нашей жизни что эта фраза говорит говорит мудрец раби хаим его ложен 200 лет тому назад он был ученик гаона вильницкий гаон был и вошний ученик у него есть книга называется нефеша хайм очень глубокая книга и там он пишет секрет и он говорит что когда человек находится вне в какая ситуация неприятная нехорошая у него проблема неважно какая и ему надо срочно помощь ему надо выйти из этого места он может делать что-то и он просто увидеть чудеса что он может делать ему надо сказать эту фразу n от миль воду нету ничего кроме бога и не просто так это сказать сказать это несколько раз и просто иметь ввиду и думать что действительно нету никакая сила в мире что может на меня влиять или что-то мне делать кроме бога он все решает это все он да я всегда говорю я это несколько раз делал не на правильные места и но я сделал меня поймали полицейский и еще раз я неправильно сделали я не зла как надо ездить когда он меня поймал я сам себя ну как будто наказал сказал сам себе искать что ты сделал неправильно что ты сделал я там они есть стоп я не остановил стоп только немножко остановил и пошел и я сам себе сказал что я сделаю неправильно я понял моя проблема и потом я обратился в всевышний утрен как политический пошел ко мне я брат вза себе чего сказал всевышний пожалуйста сейчас я не хочу что он не написал там есть там точки не хороший потом не река вот потом надо тоже платить я понял моя проблема я это не сделаю больше то я сделал раскаяние на это я хочу что ты меня от этого вытащил и потом я сказал n от мил воду я знаю что ты только ты на все влияешь и нету никого в мире сила делать против тебя потому что это только ты в мире и когда я это говорю и думаю и чувствую полицейский приходит я уже от него потихоньку не имел никакая я его даже не боялся почему потому что я так знал что это всевышний делает это он его контролирует и слава богу не знаю как просто не знаю как у меня там было несколько проблем тоже я не в стоп не не остановился тоже у меня не было иншуэнс что это как будет иншуэнса зали в трассах страховка я забыл страховкой дома я не поставил в машине за это несколько тикеты это большая головная более много деньги и как по-нормальному он бы должен мне сказать смотреть и должен платить так тебя так и так будет но как-то я не знаю как он мне говорит ты знаешь у меня как-то не знаю почему у меня хорошее настроение и солнце вышло сегодня я знаю что ты я ему сказал правду я не был прав я это больше не буду сделать он мне сказал ты знаешь что езжай все хорошо не делай это больше все хорошо это первый раз где я видела когда n от мильвадо нету ничего кроме всевышнего работает после этого у меня были другие ситуации в жизни иногда это работает сразу иногда это работает после время но когда человек понимает гам это не я говорю это об их они в розыгры человек понимает что нету ничего никакая сила кроме всевышнего это действительно чувствует и понимает и говорит он просто сам себя сейчас он поставил над судьбе судьба на него не чувствует он выше чем это да и поэтому человек может это я вещь когда он понимает что кто я вообще кто другие люди вообще все здесь всевышний руководит это все по его ж не планы если кто-то мне какая-то зло сделать у меня нету зачем мне даже ему его ненавидеть или ему что-то там а какая-то неприятность держать у меня в сердце это все приходите всевышнего есть для этого причина если человек так живет у него судьба открывается у него ничего там они застряла потому что когда мы так не думаем мы думаем что нету только всевышний есть тоже люди и они тоже делают их не вещи и к если он мне что-то сказал это он это не всевышний а ты закрываешь сам себя и света ты как будто вытащил всевышнего и твоего фильма когда ты говори он виноват и он виноват и этот виноват и государство виновата и все виноваты это имеет ввиду нету всевышнего есть только один виноват всевышний и почему он делает вещи потому что у него есть хорошая правильная причина когда мы это будем понимать и сказать энуд миль вадо нету ничего кроме него это в сердце нам капать каждый день мы открываем сам себе судьба так жили наши мудрецы человек что так живет он всегда радостно человек что так живет не важно что с ним случается ему хорошо ему приятно потому что он понимает что все под контрол какой контрол контрол сищение никто не может контролировать наш ум если в нашей жизни только он это хорошо потому что я на него надеюсь он только хочет хорошее для меня и все что он делает даже иногда когда я вижу что это нехорошие я думаю что это нехорошая это тоже хороший это просто намек для меня что он хочет что я что-то изменил и это все жизни я хочу немножко более глубоко зайти в это фраза и над мир водой потому что там есть еще один секрет что я вам еще не сказал я думал если про этого говорить или не говорит потому что на лекция что я даю на русском тоже мне тяжело но я не говорю вещи что касается много буквы алфабета еврейский потому что не все понимают но я думаю что сегодня нам надо про это говорить потому что это очень просто и есть какой-то секрет что находится внутри эта фраза с буквами что если мы будем знать этот секрет будем про это думать и сделать на это медитация даже мы можем получить много 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 хорошее благословление и открыть все наше счастье и судьба на хорошем а скажем так есть у всевышнего 72 именов это называется чем айнбет имя 72 это 72 именов они выходят из три фразы что написаны в в торе в палашат бешалах когда во время открывания моря там написано по перед этого и три фразы что очень интересно это действительно три фразы что есть в торе это это только три фразы что истории что у них есть 72 буквы каждый из них и они идут один после другого ваиса ваево вает так они начинаются ваиса 72 буквы ваево 72 буквы ваять 72 буквы и почему это так написано в торе в торе есть причина говорит нам книга секретов зогов это самая центральная каббалите книга каббала написал его обещаем оба хай почти 2000 лет тому назад и он пишет что если мы будем взять первая буква из первой фразы последняя буква из вторая фраза и первая буква из третья фраза у нас выходит имя всевышнего 1 и потом будем взять вторая буква из первая фраза одна перед последняя буква из вторая фраза и вторая буква из третья фраза это будет еще одно имя и так мы будем делать на этой все фразы и будет у нас 72 имена бога каждый из этой имена иметь какая-то сила что мудрецы смогли этого пользовать чтобы привести какая-то энергия к ним и тоже мы можем вообще каждый из этой имена он контролирует какая-то вещь в мире например одна из этих именов это называется имя ют ламид и ют до буква ют буква ламид и буква ют я бы вас вам это написал чтобы видели окей через я уже написал здесь другая имя я вам сейчас покажу ютилами дают это просто я пример даю это буква что дает здоровье это имя что дает здоровье вся здоровье что приходит в мире приходит через это имя есть еще одно имя что касается здоровья но это ют ламид и гей но это имя это центральное имя что дает здоровье если человек хочет делать здорово хочет иметь здоровье может иметь сделать медитация если он знает как этого делать я много раз когда я помогаю людей я помогаем лечиться я даю им думать про этой буквы и и а делать медитация на них это просто лечит человека а ют ламид и ют это одна из этих именов что имеет это энерго когда человек имеет это ввиду он привозит сам себе энергию лечения а есть другая например имя это называется хей алиф алиф ей буквой ей буква аль-бук его алиф когда человек это имеет ввиду и когда он думает про это имя если человек его сглазит до не дай бог человек делать на него глаз плохой глаз злазrait его если он думает в это время про это и про эти три буквы ей-и алиф алиф он просто блокирует каждый глаз каждый негативная негативный глаз сглаз что кто-то на него делает это имя она просто убирает глаз есть еще много имя сейчас это не лекция про этого но есть одна имя что я про нее хотел сегодня говорить это имя называется алиф айн мем три буквы буква алиф буква айн и буква мем и очень интересно посмотрим что эти три буквы они выходят из этой фразы что я вам только что сказал очень очень сильная фраза что может нам делать много большие чудеса n от мил воду первая буква слова n это алиф первая буква слова слова от это айн и первая буква слова мил водой там это одна из 72 имена бога что она выходит из этого фраза и почему это так потому что это имя это секрета это фраза это секрет это фраза почему что это имя делает когда человек имеет это ввиду говорят мудрецы что это имя может вытащить человека из 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 каждой проблемы что он боится от нее многие люди из какой-то страх человек боится до полицейский что он со мной сделает человек боится как-то что-то случилось здоровье если у тебя какая-то проблема ты хочешь выйти от выйти от этого если какая-то колдовство на человека дело хочет выйти от этого это имя помогает вытащить себя поднимать себя из проблемы алиф айн и вот это вам написал здесь я купил это только для вас да да сейчас лекции из дома здесь у нас алиф буква алиф буква алиф буква мэм это выходит н от мил вода нету никого кроме всего нету ничего коми всевышнего аз эти три буквы если человек их имеет ввиду и больше он сделает на этом медитации он про них думает и мы можем даже сказать эта фраза и над мил вода и над мил водой думать про эти три буквы это просто делает чудеса у человека может вытащить его из нехорошей ситуации и мы это видим на вся то а например я хочу просто вам дать несколько примеров что есть самые три плохие народы что были когда а миссия цена израиль зашли в израиль и были там семь народов что надо было их воевать это народы были очень не святые народы нехорошие народы у них качества были очень очень нехорошие неправильные всевышний сказал их уничтожить и зайти в израиль один из них самых главных это нехорошие негативные народы их звали и дом амон и муав очень интересно что из них если возьмем первая буква каждый из них это альф и дом айн амон мэм муав это это три эти три буквы альф айн мэм что если человек имеет он думает про них он может вытащить себя из к из нехорошего ситуации самый нелёгкий нелёгкая войва борьба что у нас было с народами это было с этой три народы поэтому нам надо было это имя что выходит из их не имя когда а миссия про это думал это им помогло их победить еще одна еще один пример что у нас написано написано про наш отец яков до яков всевышний ему сказал идти в египет он жил в израиле уже дети все но там потом был голод у него сын юсеф исчез они не все они не знали где он он думал что он умер но юсеф был уже в египте он там стал очень главный человек и они это не знали вообще всевышний делал так что они пошли в египет взять еду они видели что их не брат там он им сказал приходите яков не знал что делать если на израиля святая земля как можно ее от нее уйти земля что нам всевышний нам дал он не знал что делать и он тоже боялся потому что в египет это был самый плохой народ и место в мире да у них были все нехорошие качества и и он боялся что если он туда попадет егошняя семья потихоньку потихоньку их не духовный уровень станет нехороший он от этого очень боялся одеться в знуке и он не знал что делает он боялся туда идти сказал ему всевышний не бойся да вот я вам скажу что написано второе он ему говорит не бойся аннухи иред имха митсрайма ваннухи архагам алло я с тобой говорит ему всевышний с тобой я буду идти вниз в египет и я с тобой вместе тоже тебя оттуда твой народ оттуда вытащу если посмотрим в этой фразе написано второе яков боится всевышний муга успокаивает говорит я с тобой пойду аннухи иред имха митсрайма с тобой я вниз в египет пойду посмотрите этот послуг иред это будет первая буква алиф имха будет первая буква айн митсрайма будет первая буква мем говорят на мудрецы кабала всевышний ему сказал секрет этого это имя он говорил ты боишься что там что-то тебе случается будет случиться у тебя есть это имя ты можешь вытащить себя учи себя учи других твои дети как пользоваться как на это иметь как иметь это имя и думать про неё и во время когда мы думаем про неё нам надо знать что всевышний он с нами он идет с нами в египет каждая проблема что у тебя есть каждый человек в мире всевышний с тобой и пошел вниз в этого проблема он там находится с тобой и он оттуда тебя может вытащить он просто должен что ты заметил что он там с тобой и у него есть все силы когда ты это замечаешь и имеешь ввиду эн одмин вадо нету ничего кроме него только он может делать все и это три буквы думаешь про них есть там большая большая сила мы это тоже видим шаббат у нас есть очень очень важный день называется шаббат суббота работай суббота говорят мудрецы почему суббота это седьмой день потому что 6 символизирует этот мир физический мир что у него есть шесть сторонов наверх вниз и четыре сторона это 6 это мир физически 7 это уже духовность мир это уже это это не судьба это над судьбе поэтому человек что соблюдает шаббат что он делает сам себе он привозит себя на такое место где он может быть над судьбе больше чем судьбе люди что они не соблюдают шаббат для них шаббат это как обычный день у них потенциал духовный чтобы изменить их не судьба не находится потому что у них нету шаббат всевышний сказал шаббат это это мой подарок почему это подарок мы думаем о шаббат это тяжело нельзя это и нельзя это и надо кушать это и надо шаббат это подарок шаббат тебе дает благословление на весь на весь на вся неделя потому что в шаббат тебя подняла под под судьбе на над судьбе и когда ты на судьбе ты можешь решить изменить ты можешь решить делать другие вещи даже если судьба никакая не такая хорошая даже если у тебя закрыто что-то шаббат может это разбить поэтому молитва шаббат это как низко миллионы молитвы в обычный день учение тора один час в субботы это бенни шхай пишет танья он говорит один час учения торы в субботы это 150 миллион часов в обычный день мы даже не можем представить такой номер был мудрец его звали его вадия иосиф он умер недавно один из больших великих раввинов израиля сфарадский большой рабай его сын я слышал это его же не сын он мне сказал что у него папа он почти в субботе не спал он спал много в пятницу чтобы в субботе не пошел спать почти вообще почему он хотел потому что он на каждую секунду в субботе это 150 миллион секундную в обычный день духовный суббота имеет очень очень большая сила суббота у нас есть три трапеза первый трапез это пятница вечером что-то уже суббота зашла потому что у нас все начинается вечером да как всевышний создал мир написано воевая вайбоке была темнота а потом день что день начинается ночь так это правильно это первая трапез что мы кушаем пятница вечером второй трапез это утром после молитвы мы кушаем еще один трапез обязательно кушать этой трапезы это закон и хлебом надо кушать это называется трапез только с хлебом а потом есть третий трапез третий трапез это первое как солнце садится после молитвы минхи мы делаем третий трапез тоже с хлебом а сколько хлеба мы кушаем в субботы написано что в субботы когда мы делаем благословение на хлеб нам надо взять 2 2 хлеб не только один надо взять что два что они были целые обязательно что были целые есть там много секреты почему и мы делаем на них благословление и потом так мы делаем этот закон три трапеза а если будем считать у нас есть три трапеза а в каждой трапез 2 хлеба 2 халы или хлеба а сколько будет хлеб будет 6 хлеб сейчас хлеб что он символизирует написано в каббала хлеб символизирует заработки до когда когда да я помню родители бабушки и дедушки всегда сказали когда у человек он да ему надо он ему надо заработки ему надо денег не надо привезти хлеб дома надо привезли хлеб домой хлеб это деньги говорят мудрецы что это еще из хлеба куски целый хлеб что мы благословим на них на в субботу это и хлеб и дают благословение в нашей заработке на этой 6 дней что будет после субботы и человек должен это иметь ввиду когда он кушает это хлеб шаббат он делал благословение на этот хлеб он должен иметь ввиду вот это 2 1 хлеб это воскресенье понедельник на мои заработки зависит на это мои благословение в заработке не заработки благословении заработки это даже более важно чем заработка человек может делать миллион это миллион идут на неправильные местах он только от их нас страдает это они благословение деньги нам это не надо А за это все хлебы, что мы делаем у них благословение в субботу, они решают благословение, что у нас будет на заработке на всю неделю на 6 хлеб, 6 дней. И мы говорим там во время, когда мы благословляем перед хлебом, мы делаем кедуш, мы берем вино, и на это вино мы благословляем. И там в кедуш написано так. Мы говорим, это последняя фраза, когда Всевышний создал весь мир, как написано в первой книге Берешит, потом там в конце он пишет про субботы. И там написано, Всевышний сделал все, и он заканчивал как будто все сделать. И в субботу он остановился. Не сделал больше. А здесь, если посмотрим на эту фразу, написано И вся работа, что он сделал. Он остановился, и вся работа, что он сделал. Посмотрите на первую букву каждой из этих слов. Мелахто это будет мем. Ашер это будет альф. Аса это будет айн. Еще раз, у нас есть эти три буквы. Альф, айн и мем. Мелахто, ашер, аса. Почему тама? Потому что, когда человек заходит в субботу, вся эта негативность, все проблемы. Когда он говорит эту фразу, и имеет в виду эти три буквы, он может взять все-все-все его проблемы, негативность, колдотство, что у него взяли, и просто их всех разбить из силы шаббата, когда он заходит в шаббат, потому что шаббат имеет эту силу, как это написано там внутри. И еще я могу вам еще много сказать, написано, когда Яков, после 22 года, что он жил у тестью у него, и потому что его брат, Эсав, хотел его убить, потому что он взял его же неблагословение из папы Ицхак. И он убежал в Хаган, и там он был 22 года, он женился, уже 12 детей у него есть. Он приходит обратно в Израиль, и он боится из брата. Брат такой здоровый, и говорит Гаши, что почему он боится, потому что Яков был очень здоровый человек, и у него Всевышний, почему ты боишься, ты такой праведник, от кого ты боишься? Это спрашивает мудрец Гаши, как он боится. Он пишет, что он не боялся физически, он боялся духовно, потому что Эсав, 22 года он жил с родителями. Он, написано, что Эсав, он очень их уважал. Написано, что не был человек в мире, и не будет, кто уважал родителей больше, чем Эсав. Этот плохой человек, но когда родителей уважал, на самый высокий уровень. Написано, что когда папа его звал, у него была особенная одежда, когда он видит папу. Папу. Да? Как у нас, есть особенная одежда, мы покупаем для какая-то мероприятия, у него была особенная одежда, чтобы видеть папу. Такой, так он очень уважал. Написано, что я кого-то этого боялся. Он сказал, я 22 года, нет, не было телефона, я даже не говорил с папой и мамой, я их, я не смог делать это, это митцва. Митцва это закон, что написано в Торе, уважать родителей, у меня не было этой возможности. И Эсав, 22 года этого делал. А это будет на меня влиять, у него есть какая-то схуд. Да? Как схуд будет, Азавия? Он не с нами. У него заслуга. О, вот это ко мне пришло. У него есть заслуга, что у меня нет. От этого он боялся, Яков. Говорят мудрецы, что он сделал. Он обращался к Всевышнему. И он ему сказал. Ациле нина мияд ахи мияд эсава. Он боялся из эсава, из брата. Сейчас он должен его встретить. Азон молится к Всевышнему. И он говорит ему. Спаси меня из моего брата, из эсава. Так написано. Спрашивают мудрецы. Второй мы знаем, нету одна буква больше, чем надо. Экстра. Нету такая вещь. Всевышний все точно написал. Почему Яков говорит, спаси меня из моего брата, из эсава? У Яков был только один брат, эсав. Ты сказал Всевышнему, помоги меня, спаси меня из моего брата. Все. Не надо сказать, что это эсава. Всевышний знает, что у тебя только один брат, эсава. Очень-очень сильный вопрос. Почему должен должен быть сказать, мияд ахи, мияд эсава. Из моего брата, из эсава. Говорят мудрецы, посмотрите на фразу. Ациленина, мияд ахи, мияд эсав. Ахи, мой брат, это будет буква алеф. Начинается ахи, алеф. Мияд, это буква мем, начинается. Эсав, это буква айн. Еще раз это имя. Алеф айн мем. Говорит Яков Всевышнему, спаси меня. Как спаси меня? Потому что я имею в виду это имя. Я имею в виду Твое имя, что может спасать меня из проблемы. Из каждой проблемы. Он сделал медитацию на это имя. Якова вину. Это там написано. Это все намеки. Нам мудрецы Каббала нам учат. Что они все это имели в виду. А за это еще одна. Это практически это имя нам помогает соединяться с Всевышним. И без латашем вытащить сам себя из какая-то проблема духовная или физическая. Есть еще одна последняя вещь, что я хотел про нее говорить. Когда у человека нет хорошая судьба, он чувствует, что вещи ему не идут в жизни. Можно быть вообще, можно быть в какая-то аминь. Что это говорит? Как можно это открыть? Говорят мудрецы так. Что... А! Я не хочу забывать. Очень интересно, что это имя, что я про нее говорил. АЛЕФ АЙН МЕМ. Если мы сделаем гематрия на цифры. АЛЕФ будет 1. АЙН будет 70. МЕМ будет 40. 40 плюс 70 плюс 1. Это будет 1, 1, 1. АЛЕФ АЙН МЕМ ЭН ОД МИЛ ВАДО. Нету никого, кроме Бога. Это 1, 1, 1. Тоже в номеров это нам говорит. Очень интересно. Говорят мудрецы, когда человек чувствует, что у него судьба, в какое-то место не идет гладко. Что-то там застряло. Что он может делать? Почему это случается? Как человек знает, что ему, у него судьба закрыта, когда ему что-то недостаточно? Когда человек чувствует, мне нехорошо? Когда человек чувствует, что жизнь нехорошая? Когда человек чувствует, что я хочу больше, и у меня нету? И всегда там, ему нехорошо, все ему неприятно. Это говорит, что у тебя судьба закрыта. Говорят мудрецы, если ты будешь так продолжать думать, это закроется больше и больше и больше и больше. Почему? Всевышний, когда смотрит на человека, он говорит, я дал в этот мир хорошие вещи. И тоже есть вещи, что они выглядят плохи. Я сделал здесь много хорошие вещи, и тоже вещи, что выглядят плохи. Если ты смотришь на эти плохие вещи, ты смотришь на мой мир с плохим взглядом, неважно, что случается, я не могу тебе дать больше, потому что ты закрываешь себя из меня. Всевышний, он только добрый, у него все это хорошо, а ты сейчас превращаешь твой мир на нехорошо. Мне нехорошо, это не идет, нету, все злые, все плохие и так далее. Когда человек больше так думает, он закрывает себя и Всевышний, Всевышний ему не может дать. Он закрыл, нету сосудок. Принимать этот свет, принимать благословление. Поэтому, это люди, что всегда жаловаются. Я не жалую, у меня нету судьба, мне нехорошо. Больше ты жалуешься, меньше мы можем тебе помочь. Потому что ты закрываешь себя и Всевышний. Что надо делать? Перестать сейчас жаловаться. Смотрите, что случилось с сыном Израилем в пустыне. Каждое время, что они жаловались, что случилось? Проблемы. Они жаловались, что нету еда. Сразу пришла там эпидемия. Потом нету воды, пришли там змея. Потом они жаловались на Израиля. Сказал, вы все умирете здесь. Здесь, каждый жалованный закрывает свет, закрывает нас и Всевышний. Поэтому мы не понимаем, как это на нас влияет очень. И не только на нас. Вы знаете, что это делает нашим детям? Ребенок, что он живет в дом, когда мама всегда жалуется. Ой, мне болит. Ой, я голодная. И она это все говорит всегда. У ребенка атмосфера жалованная. И он будет смотреть на мир всегда с негативных глаз. Потому что мама это всегда, или папа всегда это играл, это песня, жалованная дома. Не только этот ребенок наш, тоже наши мозги, это тоже ребенок. Когда я это всегда говорю, моя подсознание, она говорит, о, действительно так. И так всегда жалуется, а подсознание понимает, что действительно так и в жизни есть. И так потом твой взгляд на весь мир. Завтра ты увидишь твою жену, сразу какая мысль придет? Негативная мысль. Ты увидишь какая-то работа, какой-то человек, сразу что придет? Негативная мысль. Почему? Ты учил сам себя жаловаться. Это что у нас написано, что закрывает, это вторая вещь, что закрывает наша судьба. Мы сказали иго и жалованы. Я вам дам очень-очень маленький пример, последний пример, потому что уже времени нет у нас. Если у папы есть два дети, один ребенок, каждая вещь, что папа ему дает, он ему говорит, спасибо, папа, спасибо, что ты мне дал кушать, спасибо, что ты мне это купил, спасибо. И есть один ребенок, все, что ему дают, он жалуется. А почему я получил это? Я хотел это. Я не хочу этого кушать, это невкусно. Ты всегда мне даешь, там много соль, там много сахар. И жаловается на каждую вещь. Кому папе будет больше приятно дать в следующий раз, этом, что говорит спасибо, этот, что жалуется, папа не захочет ему дать вообще. Все, что я тебе даю, тебе нехорошо. Ты как будто нету хороших отношений. Так, как будто Всевышний тоже у него, он не такой, но так мир работает. Когда человек жалуется, он закрывает сам себя, не хочется ему дать. Мир ему не будет дать благословения, не будет дать хорошая судьба. Но когда мы перестанем этого делать, я говорю это сам себе, у нас все откроется. Я хочу всех вам благословить, чтобы было у вас много счастья, много благословения. Продолжение следует...